самая сильная сила в мире давайте пофантазируем пластика станет меньше то есть все через любовь абсолютно мы стали свидетелями необычного происшествия спасения взрослой самки кита ее собственным детенышем вокруг мамы застрявший на отмеле плавал китенок который то и дело толкал самку горбатого кита носом как будто пытаясь помочь и выбраться с мелководья храбрый китенок несмотря на возможную неудачу толкал маму вперед не останавливаясь и не рассчитывая на победу и помощь он просто делал то что мог это свидетельство того что маленький может сдвинуть огромную глыбу китенок человек даже небольшой фонд может делать большие дела два года назад и основала благотворительный фонд возрождения природы почти ежедневно в разных форматах я говорю и думаю о необходимости экологической повестки я хочу донести что сохранять и защищать окружающей среду это обязанность каждого гражданина что обучать бережному отношению к природе нужно с детства любовь к природе начинается заботы в собственном саду и из таких небольших усилий и небольших возможностей каждого человека мы будем жить на планете где нет пластика где найдена альтернатива этому материалу я верю что так и будет проекты фонда это китята которые сейчас как могут спасают природу я верю что проекты вырастут больших китов и будут петь свою песню которую услышат другие у нас гостях наталья торнквист президент и основатель благотворительного фонда возрождения природы наталья здравствуйте спасибо что пришли здравствуйте александр и хотелось бы начать вот с какого вопроса как вы думаете почему в мире все чаще начинают обращать внимание на вопросы защиты окружающей среды проблемы экологические мире невозможно не заметить они касаются каждого человека это загрязнение океанов рек озер пластиком другими вредными веществами это исчезновение многих видов растений и животных об этом говорят все исследования это подтверждают мы может быть не задумываемся об этом каждый день но наука нам дает цифры которые невозможно игнорировать вода которую мы пьем анализы и показывают что в ней содержится порой даже недопустимые элементы для здоровья эти проблемы должны по крайней мере должны беспокоить каждого и многих практически всех они наверное и беспокоят а как в нашей стране обстоят дело так же как во всем мире хотя россия скорее всего не так сильно загрязняет мировой океан пластиком это делать скорее всего большей части другие страны но у нас свои проблемы которые естественно решаются на государственном уровне задача моего благотворительного фонда привлечь внимание к вопросам экологии и помочь защитить окружающую среду вместе с людьми государством я думаю что вместе у нас все получится ученые высшей школы экономики выяснили что защите природы женщина уделяет больше внимания кстати специалисты из ельского университета пришли к таким же выводом как вы думаете почему женщина созидательна по своей природе где вопросы экологии и близки потому что она будущая мама или уже состоявшаяся мама на заботиться о здоровье своего ребенка внуков всех последующих поколений ей важно чтобы ребенок рос здоровым для этого нужна чистая вода и качественные продукты маме это не безразлично женщина стремится к тому чтобы дать своему ребенку все самое лучшее и она гуляет с ним на природе она ему объясняет о мире объясняет базовые факты он спрашивает у нее вопросы малыш она познает мир вместе с ним и изучает его заново и поэтому для нее крайне важно чтобы вокруг нас была красивая природа и не было мусора была чистая окружающая среда мужчина его роль конечно тоже важно он обеспечивает безопасность и берет на себя ответственность за свою женщину жену и ребенка но женщина скорее всего больше заботиться об окружающей среде и обеспокоена этими вопросами потому что она еще раз повторю и она созидательна и ее материнская любовь сильная наверное самая сильная сила в мире и она все сделает для того чтобы ее ребенок рос здоровым а как лично вы пришли к идее защиты окружающей среды что стало для вас инициирующим события хотелось бы начать с того что именно с рождением моих детей я стала задумываться о том какой мир мы оставим нашим детям внукам всем последующим поколением и это вдохновило меня на создание благотворительного фонда по защите природы возрождение природы когда мои дети были совсем маленькими мы много гуляли с ними и всегда замечали красоту вокруг нас они задавали мне много вопросов когда они подросли они начали задавать мне вопросы этического характера связанные с потреблением например о мясе о черной икре и конечно же это повысило мою осведомленность в этих вопросах дети чистые искренние они искренне любя заботиться о своих питомцах а также они бы хотели увидеть нашу планету нашу страну чистой моя задача помочь им в этом и вместе с ними сделать что-то лучше для окружающей среды и я думаю что экологическое мышление заложено в наших детях с рождения если есть базовое экологическое мышление как вы утверждаете то как его развивать в детях вы мама троих детей как вы это делаете несколько секретов лайфхаков если хотят как мама мы читаем сказки русские народные сказки сказки народов мира в них заложены не только потрясающие ценности которые учат их жизни но и также факта природе окружающей среде которые им очень важны важно знать затем мы читаем книжки о природоведении есть разные серии книг о природе также мой благотворительный фонд издает книги о природе о птицах афибиях и рептилиях им это очень интересно ознакомиться с разными видами растений животных изучать это чем больше они узнают о природе тем больше они хотят еще узнать о природе можете посоветовать какую-то книгу вот мне как родить у меня тоже два детей что им следует почитать на разную я посоветую побольше читать русских народных сказок потому что они учат дают детям определенной ценности в сказочной форме а также по всех русских народных сказках присутствует связь с природой таким образом ребенок постигает ее через сказку а также сказки народов мира они все замечательные и разные а также книги о природе если это интересно детям а многим интересно узнавать интересные факты о птицах знать как птицы называются знать как называются деревья рептилии амфибии и другие книги о природовидении это интересно каждому ребенку в продолжение вашей метафоры о маленьком китенке который способен на многое как вы думаете кто делает больший вклад в защиту окружающей среды крупные фонды которых сравнительно немного или маленькие организации которых гораздо больше я думаю что в нашей стране огромный вклад защиту окружающей среды делает государство выделяет на это большие средства на развитие экопросвещения и туризма в заповедной системе россии в национальных парках и заповедниках и государство делает огромную работу в этом направлении которое возможно немного недооценено населением в силу того что они не отцеплены об этом но я знаю что очень много сейчас развивается в этом направлении и это очень приятно видеть а также крупные компании я знаю что они помогают развитию определенных природоохранных программ я знаю что существует 13 видов приоритетных животных редких видов которые распределены между крупными компаниями кто помогает их защите и крупные компании естественно выделяют средства на возрождение этих видов животных на поддержание и сохранение этих редких видов животных то есть работа ведется и в россии не существует не так много фондов благотворительных по охране окружающей среды и один из них это мой фонд мы делаем то что нам по силам вы говорите что туризм очень сильно развит заповедной зоны развивается развивается до поддержки государства принимая во внимание ваш плотный график рабочий вам самой удается путешествовать в такие места с вашей семьей это самые запоминающиеся приятные поездки потому что они на природе и если это заповедник то это первозданная природа и это большая честь побывать там нужно специальное разрешение которое не так сразу сложно получить на самом деле но то что я вижу в заповедниках это обогащает как меня лично так моих детей мою семью это самые запоминающиеся поездки потому что мы не только смотрим на первозданную природу и чувствуем с ней единение но еще ум очень много узнаем они природе например о том что существуют дикие лошади приживальского в оренбургском заповеднике увидеть их своими глазами это как увидеть чудо сохранившиеся чудом сохранившиеся дикая лошадь в природе я каждому рекомендую съездить туда и посмотреть на этих диких лошадей дикая мощь душа степи незабываемое впечатление и многое узнать о ней там можно потому что там написаны очень интересные факты о природе о лошади об экосистеме и замечательные люди работают заповедной сфере с которыми всегда очень приятно общаться которые дают очень много знаний делятся ими в вашей речи прозвучала мысль о том что любовь природе начинается заботы о собственном саде а какой сад натальи торнкест с детства нам с сестрой нравилось помогать родителям в саду время проведенное саду и городе позволило укрепить связь с родителями из природой во взрослой жизни я всегда стремилась жить в своем доме и хотя мне семьей приходилось несколько раз переезжать каждый раз на новом месте всегда появлялся свой наш огород и сад где мы с моим супругом и детками всегда все сажали сами и ухаживаю потом работая в саду и наблюдая за тем как растут растения дети учатся практическим знанием о ботанике а какие именно растения в вашем саду сейчас в моем саду красиво в любое время года весной когда все цветет это особенная красота а осенью он радует яркими красками например когда пора боярышника ароний калины рябины это очень красиво а также эти ягодки послужат кормом для птиц в течение зимы до весны также мне очень нравится такие деревья как лиственница кедр цесна липа от и конечно береза давайте пофантазируем если бы можно было искоренить только одну экологическую проблему полностью на ваш взгляд какая бы это была проблема если бы мир мог договориться о том чтобы отказаться от пластика то я считаю это был бы самый главный шаг в сохранении окружающей среды на планете пластик конечно необходим в медицине в определенных других сферах наверное разумное употребление было бы решающим фактором к тому чтобы сохранить нашу планету очень грустно видите факты о том как загрязнен мировой океан и сколько пластика попадает в реки ежесекундно вот мы с вами разговариваем а реки и моря и океаны загрязняются пластиком еще больше от этого страдает животный мир растительный мир океан в море и рек и конечно это очень грустно и это конечно же сказывается на человеке и уже мы испытываем это на себе может быть до конца не видим еще последствий воздействия пластика на наш организм мы ученые над этим работают а я думаю скоро мы все узнаем хотелось бы просто верить в то что пластика станет меньше и что государства договорятся об этом вместе вы общаетесь с многими людьми породы вашей деятельности скажите пожалуйста какую самую не экологичную привычку вы чаще всего видите в них я стараюсь не замечать недостатка в других людях и на этот вопрос мне ответить очень сложно я знаю что дети стремятся к тому чтобы раздельно собирать мусор и больше чем пожилое поколение наверное хотя может быть есть исключение их очень много но детям это ближе могу объяснить почему но они смотрят на мир другими глазами иногда объясняют даже что-то нам поэтому интересно к ним прислушиваться и конечно же учить их тому чтобы бережно обращаться с природой разделять мусор и моя мечта это чтобы строилось больше мусороперерабатывающих предприятий которые бы успевали за теми потребностями что есть для мусоропереработки и я думаю что в ресайклинг или мусоропереработка раздельный сбор мусора это ключ к устойчивому развитию в будущем чем больше мы будем разделять перерабатывать чем больше будет возможности для этого и инфраструктура создана тем более устойчивым будет наш мир в будущем как говорил классик наши дети будут лучше чем мы и будем надеяться что вот эта классная экологическая привычка по раздельному сбору мусора останется у них у наших внуков правнуков и последующих поколений восстановление видового разнообразия животных и лесовосстановление это процесс не быстрый для того чтобы увидеть результаты требуется иногда не один десяток лет а как вам удается сохранять внутреннюю мотивацию при всем моя мотивация повышается когда я вижу что благодаря проектам благотворительного фонда возрождение природы возрождаются становится больше популяции каких-то редких видов животных например когда я вижу что у снежных барсов в сайнашушенском заповеднике рождаются котята это мы видим по фотоловушкам то эти кадры незабываемы и видеть что они развиваются в среде которая для них абсолютно комфортно и утеные могут наблюдать за их жизнью особенностями поведениям конечно это мотивирует меня также мотивирует то когда рождаются оленята у оленей в кержинском заповеднике которому помогает мой фонд такие кадры всегда вдохновляют то есть этих редких видов животных становится больше рождаются зубры которым мы помогаем во смоленском пазере например или же еще очень сильно вдохновляет меня то когда оказав помощь например в чувашии при сурскому заповеднику в подготовке пожароопасному сезону впоследствии у заповедника не было пожаров когда я слышу такую информацию от сотрудников заповедника национальных парков что работа наши дает свои результаты то конечно это самая главная отдача и вдохновение и мотивация для того чтобы работать в этом направлении в будущем у нас есть такая рубрика которая называется три главных слова вот три главных слова от натальи торнквист для тех кто хочет защищать окружающую среду эти слова мама природа родина почему ну если можно короткий комментарий каждому мы любим маму точно так же любим природу точно так же любим родину то есть все через любовь абсолютно спасибо за интересный разговор спасибо за то что вселяйте в нас надежду что не все еще потерян что мы можем жить хорошо и все что надо для этого делать просто ответственнее относиться к окружающей среде спасибо вам